привязала баночку сюда я ее обрезала вот так примерно по краешек где как получилось вырезала вот дырочку наверху сейчас будем в цемент развела вот такой цемент жидкий и вот эту тряпку теперь надо намочить в цементе всю замочить замоченную тряпку в цементе нужно разложить сейчас я все это сделаю и как получится вам покажу у меня все это высохло и теперь чтобы нанести еще цемент нужно намочить сначала я развела цемент такой жидкий но ну и теперь мне нужно это все промазать прям вот как следует промазать все 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 вокруг а потом когда высохнет изнутри мазать буду ну вот я все промазала сейчас буду делать основание для этого кашпо к трубочку чтобы вода уходила ну все пусть сохнет теперь о вот Ну что же, вот еще один маленький цветочек. Ну это он в ведре так стоит пока. Сейчас буду еще промазывать его изнутри. Так, и теперь я развела опять жидкий цемент и буду промазывать изнутри все. Прям все-все-все промазываем как снаружи. И когда промажем, то пусть еще сутки посохнет, а потом тогда можно красить. Я крашу краска фасадная, белоснежная. Ну это буду эмульсионка. Нужно сначала покрасить белой краской, чтобы последующая краска не пожухла. Покрасить нам нужно весь вазон. Я не буду ваше время занимать. Покрашу, покажу. Покрашу на кашпо. Теперь нужно, чтобы высохло. Потом будем красить дальше. А теперь можно отвести душу, рисовать кому как хочется. Посмотрим, что будет дальше. Теперь пошел оранжевый цвет. Веселенький будет цветочек. Ну, в общем-то, готово наше кашпо. Вот такое оно получилось. Сейчас вот еще золотом покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходится красить дома, потому что на улице ветер синий. Продолжение следует. Сейчас я вам покажу на улице. Вот такое кашпо у меня получилось. Спасибо всем за внимание. Кто посмотрел, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо огромное.